Слега заказал корабль бананов. О, ребята, вы из России. Сейчас покажу вам, сколько стоит бензин в Испании. Евро 26 за литр. Дешевле, чем в Германии, дешевле, чем во Франции, чем в Бельгии. Так что нормально, уже живем. Тут, наверное, сталь здесь каким-то говном пахнет. Говно? Рядом с туалетом, наверное, стоит. Да нет, туалет внутри. Не, на самом деле Мерси нормально пахнет. Я могу точно сказать, потому что я его пылесосил сам лично и все убирал. Все какашки, да? Нет, это на заправке мы приехали сразу. Но я и говорю, на заправке, не в машине. Так все время говоришь, я еду в Африку. Ну, я еду в Африку. В Африку. Ну, я еду в Африку. А как надо говорить? Просто я еду в Африку. Да, мы просто каждый день хожу в Африку. Тут еду просто. Типа того? Ну, что думаешь, мы на Гибралтар переплывем, перейдем на пароме, да? Да все там, бегемоты, крокодилы. Только ставишь на берег и сразу там все прибегут. Львы, да, зулусы. Зулусы? Да. А что, нет? Не так все будет? Да, сразу же тебе побегут эти ковры продавать. Я же говорю, я без подготовки. Это ты тут у нас знаешь все. Значит, остановились в дорогом ресторане придорожном. Заказали себе еду. Миша заказал себе сыр из баночки, с водичкой. У меня тут что-то есть. Еще картошка с луком. И самое интересное, салат для руссо. Это чуть до средней между мимозой и оливье. Заехали в отель, взяли вай-фай. Ровно неделя. Да, ровно неделя. За эту неделю мы проехали 5522 километра. Вот так вот. Миша впечатлен. Это наше обычное путешествие. Это еще по лайту, да. Утро начинается с осмотра нашего номера. Вот такой номерок. Моя кровать. Мне спал Серега. Мне спал Миша. Балкончик. Городок Гренада. На юге Испании находится. Нам осталось 250 километров. Мы будем в Гибралтаре. И потом пойдем в Африку. Начнется самая важная часть нашего маршрута, ради чего все это и делалось. Вот такой вот маленький городок, где мы ночевали. Называется Гренада. Вообще прикольный. В горах, ну таких. В холмах. Домики стоят близко друг к другу. На горе, видите, вон вдалеке. И вот он в таком вот духе весь выполнен. Заехали, короче, покупать билеты на паром. Вот мы идем из Тарифа. В Танжер, ну, в Марокко. Дост пикетс. Это паспорт. Паспорт. О, тот из паспорта, о... Тот из паспорта. Окей. Такой киоск здесь прямо на дороге. Продают билеты. Цена такая же, как в интернете. Будем брать. Нормально. Значит, у нас на одну машину стоит, на мою, 135, потому что я один. А на вашу 167, потому что у вас двое. Да. Вот нам с 500 сдали сдачу 200. Два. У нас есть билеты. Есть билеты. Мы готовы. Мы готовы к африканской части. Да, уже практически. Подъезжаем к нашему парому. Вон он стоит уже. Нас ждет. Три секунды. Подходишь, отдаешь билеты. Контроль Адуана. Мы вроде бы как успеваем на пятичасовой паром. Все, ждем досмотра. Нигде, ни разу не спросили документы на машину. Или что-нибудь подобное. Паром, видите, с такими крыльями интересными. Тариф от Анжер. 35 минут. Ну расскажи, на корабле ты уже был? Или у тебя все в этой поездке в первый раз? Встретили русскую девушку, которая в баре работает. Да, представляете? Да, прикольно. Два через один? Да, она сказала, два месяца они работают, а месяц дома. Ну вот, видимо, чтобы не оформлять там документы всякие на работу. Было так, что я сказал, что я возьму вот этот пирог. И она тогда, ооо, ребята, мы из России. Полякам понравилась твоя шутка. Оценили. Все, пока Европа. Здравствуй, Африка. Теперь мы официально покинули Европу. Выходим из порта. Тарифы. Такой старый городок. На самом деле, если бы была возможность, погулял бы здесь побольше. Крепость. И вообще ехали по городку очень интересно. Ну, мне понравился городок. Так что, если будете просто так даже заезжать, посмотрите. Симпатичный, интересный город. Продолжаем наше путешествие. Выезжаем. Только что мне паромщик сказал, что Путин гуд, Барак Обама не гуд. Все, поэтому мы уже в Марокко, едем дальше. В общем, отправили нас на рентген. Сейчас будут нас сканировать. Руки трясутся, потому что я везу 500 килограмм кокаина. Да, чтобы нам хватило на поездку на всю, на две группы. Да, главное, чтобы мне 501 килограмм не подкинули. Значит, курс 9,7. Серега торгуется. Хочет больше евро. Точнее, больше диркан. Уже, уже, да. Надо, что делать? А, ну, что делать? Спасибо, до свидания. Все, значит, деньги поменяли. Курс нормальный. Кстати, если я не ошибаюсь, в Марокко фиксированный курс во всех обменниках одинаковый. Сейчас пойдем тратить наше бабло. Я не понимаю французский, а он, говорит, на испанский. Да, одно. Один верхом, одна штука? Да. Там, говорит, ты что, берешь, там же колючки. Ну и что, еще давай. Ладно, я тут попробую. Попробуем? Вкусно. Знаешь, на что похоже? Да, в принципе, ни на что не похоже. Ну и еще один тогда давай. Чинг-чинг. Вкусная опунция. Здравствуйте. С утра. Колючки с задницы не порезают. Собственно. Мы, короче, один раз эту опунцию дикую на дороге собирали. И резали. А потом колючки, наверное, два дня, наверное, из рук доставал. Это можно есть-то? Да, это на кактусах растет. Она, видишь, желтая. А она еще красная бывает. Мы снимем обязательно на кактусах. Ну что, первая еда в Африке. Давай. Выглядит вообще обалденно. Ждали, правда, час. Серега заказал корабль бананов. Ты что уже? Все, Африка, бананы только ешь, да? Да. А ты что заказал? А я не знаю. Курицу типа. Ну, что-то мне принесли, все. А я вон не знаю, что заказал. Тоже кебаб. И марокканский чай, конечно, самое вкусное. И лаваш с этим, с кускусом. А что, как его пить-то? Рассказывай давай. Что, наливай и пей. Что ты? Чай не умеешь пить? Все просто. Ну, марокканский, может быть, его хитро как-то пить. Нет, просто ты выпьешь и станешь марокканцем. Нужно обязательно позвать марокканца. Да, что он налил. Приятного аппетита. Офигеть как. Ты еще не попробовал. Пахнет. Самое главное, что пахнет. Пробуйте, я буду, когда я его буду пить. Сейчас я буду пробовать еду. Заселялись, короче, новый отель. Выбрал нам Серега. Отель называется Ибись. Ну, сеть такая международная, наверное, знаете. Да, и в России есть. Ну, это крупная сеть, на самом деле. Ибись отель. Наш отель. Сейчас поедем на завтрак. И уже двинем в сторону Марракеша. О, секретный Мерс. Субтитры сделал DimaTorzok